Диабло 2 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 Так, Мэриас, наконец-то я нашел тебя. Тирель? Да. Да, теперь я узнаю тебя. Я знал, что ты путешествуешь по небесам. И они... они всегда наблюдают. Я долго искал тебя, Мэрлиас. Я даже начал думать, что ты не хочешь, чтобы тебя нашли. О, прости меня, Тирель. Пожалуйста. Это не моя вина. Не твоя вина? Скажи мне, Мэрлиас, почему это не твоя вина? Странник. Да, это все Странник. Мои дни в цитадели бродяг были в прошлом. Я искал спасения от моих воспоминаний в компании других отверженных. Высоко в горах, за восточными вратами. Что-нибудь желаете? Я не мог спать по нескольку дней в то время. А когда я засыпал, ко мне возвращались воспоминания. Воспоминания о прошлом. Когда зло пыталось взять вверх. Кошмары, воспоминания. Я уже не видел разницы. И зло из моих кошмаров преследовало меня по пятам. Как он нашел меня там? Как могла эта оболочка человека, едва способная нести тяжесть своего же меча, бежать в такой ужас, который заставил меня скрываться здесь? Казалось, у него были свои демоны, которых он пытался сдержать. И он проигрывал. Как я смотрел, я пришел к выводу, что я полностью сошел с ума. Как еще я мог объяснить все это? Демоны из моих ночных кошмаров рождались внутри странника. Аплодисмен. Гitingа. Гитара. Товария. Гитара. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему я последовал за ним? Я не знаю. Я был как в бреду. Все, что я знаю, это то, что когда он уходил, я должен был последовать за ним. И с этого момента мы путешествовали вместе. На восток. Всегда на восток. Ну что ж, вот такой вот ролик вас ждал. И давайте уже начинать одиночную игру. У нас на выбор представлено 7 персонажей. Это Амазонка, Ассасин, Некромант, Варвар, Паладин, Волшебница и, конечно же, Друид. Один из самых прикольных классов здесь все-таки Некромант и Друид, поэтому выбирать стоит между ними. Но, как вы могли заметить на картинке, которая предвещает мое видео, я буду играть именно за Некроманта. Хотя за Друида, в принципе, играть тоже довольно неплохо. Ну да ладно. Итак, Ник у меня будет неожиданный. Прям вообще никто его не ожидал. И персонаж у меня будет смертный. Так что, если я вдруг на каком-то боссе завалюсь, или вообще, в принципе, сдохну, в общем, вы поняли, я просто-напросто умру. Итак, нас предупреждают, однажды умерев на хардкоре, вы, короче, не сможете играть дальше. Вы точно уверены, что вы хотите создать персонажа на хардкоре? И, конечно же, мы говорим да. Первый, кто нас встречает, это Дружеварев. И давайте с ним поговорим. Приветствую, странник. Я не слишком удивлен твоему появлению. Здесь появлялось много искателей приключений с тех пор, как начались неприятности. Не сомневаюсь, тебе известно о трагедии, которая произошла в Тридстране. Говорят, что Дьявола, повелитель ужаса, снова пришел в мир. Не знаю, верить мне в это или нет, но темный странник прошел этим путем несколько недель назад. Он направился на восток горам, пройдя путем, который охранялся монастырем Бродяга. Может, это и ничего не значит, но зло оставило след там, где он прошел. Спустя небольшое время после его прохода монастырские ворота закрылись, и странные существа начали появляться в стране. До тех пор, пока за пределами лагеря не станет безопасней, и ворота снова не откроются, я буду оставаться здесь со своим караваном. Я надеюсь, что доберусь до Лудгалейна, прежде чем тень из Тридстрама оглотит нас всех. Если вы будете живы и будете здесь, я могу взять вас с собой. Советы поговорить с Акарой. Похоже, что она руководит этим лагерем. Может, она скажет вам больше. Ну, будем надеяться, что действительно нам расскажут больше, но давайте вначале поговорим с Варевым поболее. Восток земля великой тайны, и жемчужина пустыни города Лудгалейн. Вот такие вот дела. У нас здесь есть наш сундук, так же, как и в игре в Диабло 3. Но в чем разница? Здесь есть ограничения на золото. Всего лишь 2 миллиона 500 тысяч мы можем поместить вот сюда. Вы спросите, типа, с какого фига вообще и как? Здесь можно положить в сундук все наши деньги, дабы на нашем персонаже после смерти они не исчезли. Но так как мы будем играть за одного персонажа, возможности смены персонажа у нас не будет, поэтому мы будем с вами все-таки проходить это так, как будем, и нам даже денежку класть никуда не надо, потому что просто... Ну, короче, если мы сдохнем, то мы сдохнем без вариантов, поэтому... Я Акара, высшая жрица Сестринского Ордена Невидящего Ока. Я вижу, что ты человек издалека и приветствую тебя в нашем лагере, хотя боюсь, что эти хрупкие стены ненадежное убежище. Видишь ли, странное проклятие постигло наш Сестринский Орден. Могучая цитадель, в которой мы долгие столетия охраняли покой Востока, теперь осквернена злобной демоницей по имени Андрея. В душе я все еще не верю в это, но она повернула души многих наших сестер, бродяк против нас, и заставила нас покинуть обитель Ордена. Теперь последние защитницы Сестринства убиты или скитаются в запустении. Я молю тебя, помоги мне. Найди способ снять это проклятие, и мы поклонимся тебе, и вечно будем хранить тебе верность. Логово великого зла обосновалось на пустоши. Бродяги-разведчики Касси сообщили мне, что пещера невдалеке кишит созданиями стеней и могильными ужасами. Боюсь, что создания эти собираются, чтобы напасть на наш лагерь. Если ты действительно хочешь помочь нам, найди темный лабиринт и уничтожь злобных монстров. Да пребудет с тобой великое око. Ну что, давайте с ней договорим. И на самом деле это Акара в нашем случае является довольно главным персонажем для конкретно нашего перса. По той причине, что если мы нажмем с ней на торг, то мы, во-первых, увидим две вот этих книжки, которые стоит приобрести как можно скорее. Здесь даже, я смотрю, очень неплохие книжки, потому что аж четыре штучки и две здесь. Ну, к чему я? Вот эти две книжки позволяют складывать в себя вот эти свитки, и они не занимают места, потому что здесь каждый вот такой свиток, он будет лежать в отдельной ячеечке, а, как вы понимаете, места у нас в инвентаре не так уж и много. Поэтому стоит запастись некоторым количеством этих книг, а в данном случае всего двумя. Что касается оружия, мы будем использовать в основном вот такие вот как раз-таки жезлы, потому что мы, ну, полумаги, полувойны, и поэтому вот эти вот маленькие жезлы мы будем использовать. Скипетры будут использовать паладины, и, по-моему, короткие посохи будут использоваться друидами, еще кем-то вроде как. Я уже вот это вот, кстати, не помню. Или магами они будут использоваться, по-моему, магами даже. Вот, это используют паладины, а это используют некроманты. Так что оружие будем покупать только у нее, и то, если будем. Также у нее стоит покупать вот эти вот свитки идентификации, о которых я расскажу чуть позже, порталов город и ключи. А теперь давайте с ней еще раз поговорим. Орден приветствует тебя. Кася всегда была яростной нашей приверженкой. Но я боюсь, что ее ярость и разочарование по поводу последних событий могут направить ее по неверному пути. Она заботится о тех немногих бродягах, которые остались под ее началом. Очень ревностна и не пошлет их в бой без крайней нужды. Хорошо, ну и давай расскажи нам о логове зла. Нужно добавить, что многие бродяги-разведчики сгинули в этом страшном месте. Мы не можем позволить себе рисковать ими. Если ты войдешь в логово зла, то в одиночестве. Ну что ж, хорошо. Давайте посмотрим задания. Итак, вот здесь есть в первом акте 6 заданий. В каждом акте их, по-моему, будет тоже 6, насколько мне не изменяет память. Так что смотрим. В общем, ищите логово в пустошах за пределами лагеря бестий. То есть, что такое лагерь бестий. И тут мы переходим, кстати, к карте. Вот такая вот карта нас ждет. Вот здесь идет даже... Вот в отличие, кстати говоря, от третьего Диабла. В этом Диабло идет разница в том, что здесь даже вход в деревню может находиться в одном из четырех мест. То есть, он либо переходит через реку, либо переходит направо, налево или вверх карты. Так что, здесь рандом поболее. Добро пожаловать, чужеземец, в нашу прославленную лачу. Я знаю, ты здесь для того, чтобы призвать к ответу зло, изгнавшее нас из нашего фамильного дома. Но запомни вот что. Акара может быть нашим духовным мождем. Но я командую бродягами в бою. И чтобы заслужить мое доверие, надо сделать что-то большее, чем убить несколько тварей в пустошах. Окей. Я не верю большинству чужаков. Но Вариев выглядит неплохо. Он всегда был немногословен со мной. Класс. Демоны этой пещеры забрали многих моих лучших лучников. Интересно, как ты справишься? Ну, как-нибудь уж постараюсь. Ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь есть еще. У нас здесь есть кузнец. Привет. Я Чарси. Кузнец в этом лагере. Здорово видеть здесь таких могучих искателей приключений. Многие из наших сестер храбро сражались против Диабло, когда он в первый раз напал на город Тристрам. Они вернулись к нам настоящими ветераншами. Захватили несколько магических предметов. Однако их победа была временной. Большинство их теперь совращены Андреэль. Вот такие вот дела. Чего тебе нужно? Ну, поговорить мы с ней можем опять-таки еще больше, поэтому почему бы этим не воспользоваться. О, гид мне нравится. Он очень забавный. У него куча всяких историй о местах, в которых он был. Хотела бы я видеть то, что он повидал. Твари из пещеры начинают уже шнырять по всей округе. Ты там поосторожнее. Окей, ушки. Да, действительно, твари, которые будут здесь шнырять, их много и все такое. Ну да ладно, мы сейчас собираемся поговорить с нашей копией Шена, только локализированной Фаргусом. Ну да ладно. Некромант! Я надеялся, что никогда больше не придется смотреть на тебе подобных. Вы вылазили тут всякие во время последних беспорядков. Тем не менее, твои деньги хороши. Лишнее оружие, немного золота, маленький камушек. Все, что я хочу в обмен на снаряжение, которое тебе понадобится в любых предприятиях, которые ты будешь затевать. Ну, 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 не стеснайся. У меня все надежно. Двухдневная гарантия прилагается. Какой ты щедрый. Когда или если я попаду в лут Галейн, я собираюсь найти огромнейшую коробку норландских сигар и буду курить до полной потери всякой чувствительности. А ты не из робких. Я бы скорее засунул свой священный скипетр в грязную сифилитичную шлюху, чем влез бы в эту дыру хоть одной ногой. Ну, вы поняли, да? Ладно. Короче, что я хочу сказать. В данном случае нам придется сейчас путешествовать. Ой, я пнул курицу. В данном случае нам сейчас придется путешествовать путешествовать по всей локации и искать, собственно, вот это прибежище, так сказать. Все, кто противостоит мне, берегитесь. Ну, и что хорошего в Негроманде? Ну, во-первых, чтобы намчать, нам как-то взаимодействовать с окружающим миром, нам нужно найти противников. С этого, собственно, все и начинается. И вот наши первые, первые наши противники. И, как вы видите, мы тут же создали себе на помощь скелетончика. За раз мы можем пока что создавать всего одного скелета. Но в скором, в скором времени это изменится. И мы сможем создать уже больше скелетов. Коровы здесь убить нельзя. И да, здесь есть коровы. Коровы выглядят вот так. Более того, здесь даже есть коровий уровень. Тот самый знаменитый коровий уровень, который многие люди любят. Что ж, давайте посмотрим, чем здесь интересна локация. Мы видим по карте, если включать ее, конечно, что здесь опять-таки есть переход на следующую локацию. В чем здесь есть минус? Золото здесь не поднимается стаком. Здесь приходится поднимать каждый золотой отдельно. То есть, если вы кликните на него, то поднимите только один золотой, а не все. И это немножко проблемно. Не сильно, но тем не менее, не очень хорошо. Зато, кстати, плюс в отличие и преимущество, в отличие от третьей части, здесь работает очень-очень сильно уклонение. Если у вас, допустим, есть щит, то у вас есть довольно большой шанс уклониться от какого-либо урона и просто его не получить. Но проблема при этом заключается в том, что тот самый урон, который вы можете заблокировать, также могут заблокировать и ваши враги. То есть, если они будут на несколько уровней выше вас, то вы просто не сможете их нормально ударять. И это все-таки является, на мой взгляд, небольшой проблемой. Что касается, дорогие мои друзья, как раз-таки вот этих свитков. Мы, кстати, получили уровень и давайте узнаем, что оказывается для нашего персонажа, а именно для некроманта, нужно две вещи. Это мана и нужная ловкость нужна. Как ни удивительно. Хотя, с другой стороны, я бы ему интеллект его придал, конечно. Но, видите, разработчики посчитали, что все-таки ловкость ему нужнее, потому что он бьет посохом вот этим своим. И для него это как бы нормально. Ну да ладно. Близзардам виднее, поэтому мы будем просто следовать всем тем правилам, которые у нас перед нами поставили. Вот, теперь мы можем призывать аж двоих скелетов. Следующий уровень мы сможем призывать уже троих. И это круто. Что я хочу сделать сейчас, это, наверное, постараться убить как можно больше противников, дабы прокачаться. Потому что прокачка в этой игре все-таки очень и очень сильно влияет на прохождение. Потому что если наш персонаж будет не прокачан, если он будет слаб, то его будет нагибать только так, только в путь. Ну, как вы уже могли заметить, я в любом случае люблю путешествовать таким образом, чтобы мои ребята нагибали всех. И они это, в принципе, очень даже хорошо делают. Что касается еще одной фишки игры. В игре существует быстрое передвижение. То есть наш персонаж умеет, как бы это ни звучало смешно, бегать. Но при этом бегает он определенное количество времени только пока у него есть вот эта вот шкала выносливости. То есть если во второй части, точнее в третьей он бегает постоянно, то здесь он бегает ровно то количество. Ау. То здесь он бегает лишь то количество, пока есть у него, собственно, вот эта вот живучесть. Точнее не живучесть, а выносливость. И мне не повезло. Смотрите, у меня не выпало подземелье на первой карте. Ну, благо, оно может выпасть еще на второй. Главное, чтобы оно у меня не выпало на третий. Потому что если оно выпадет на третий, мне будет очень-очень печально на самом деле. Так, ага, все-таки, да, я не могу все-таки их носить. И это хреново. Значит, мне нужно призвать второго заново. В чем здесь суть? Как вы заметили, как только я делал несвойственное моему классу оружие, у меня отняли одного из моих персонажей. И это кара, так сказать, за чужое оружие. То есть, да, ты будешь наносить больше урона, как такового. Но при этом ты будешь еще и в неком минусе из-за того, что у тебя не будет одного из твоих подчиненных. Или чуть позже уже двоих подчиненных. Ты будешь бегать с одним скелетиком, что в любом случае, как по мне, не очень-то хорошо. Потому что я люблю бегать в полном присутствии моих друзей. Вот, кстати, пещера у нас подсветилась. Она выполнена на втором уровне. И это хорошо. Раконишу башевоку. Я помню, что башевоку это то ли башевоку, то ли раконишу. По-моему, один из них как раз является мини-боссом, по-моему, во втором Диабло. Поэтому мы с вами, наверное, его увидим в любом случае. И давайте я сейчас сделаю призыв аж троих моих друзей. Аж троих моих друзей. И будем уже бегать втроем. Так, вот камешек, булыжничек, который можно сдвинуть. Алтарь умения. Ну, что же мне так не прет? У меня вообще нет ни одного ключа. И это очень хреново на самом деле. Пояс один, здесь уже два. У меня, в принципе, на ключи, по идее, хватит. Они, хотя нет, ключи 80, по-моему, стоят. Ключи, по-моему, стоят где-то около 80. Поэтому, скорее всего, мне даже на них-то толком не хватит. Ну, ладно, давайте пробежимся сейчас, посмотрим. Вот здесь идет переход. На следующий, так сказать, уровень. У нас здесь появились шаманы. Это новые противники, которые, как вы помните, воскрешают павших воинов мелких. И что будет, если мы подойдем к нашей вот этой спутнице? Будет исполнено. Стой, тебе нужно набираться опыта, прежде чем ты сможешь солнце от дикой местности. И почему-то это... Стой. А. Стой. Будет исполнено. Стой. Ты должен выполнить задание Акары, прежде чем сможешь продвигаться дальше. Ищи логово в пустоши, неподалеку от лагеря. Ой, видите как. Ну, суть в том, что здесь, кстати, наступает день и ночь. И да, и они меняются. Как бы это не было смешно. И в этой дябле... Это происходит довольно прикольно. То есть вот сейчас вот вы можете видеть, что наступила ночь. И мы как бы вроде видим противников, но радиус обзора у нас... Не такой большой, как хотелось бы. Поэтому противников-то мы вроде видим, но при этом они от нас малость скрыты. Вот у нас выпал как раз-таки ключик. И сейчас в одну из тех... В одну из тех вещей закрытых мы можем заглянуть. Посмотреть, что же там такое лежало. Если лежало. Если лежало интересное, то можем даже это дело забрать. Насколько я помню, оно было где-то снизу. У нас очень быстро тратится выносливость. Это прям напрягает. Но что поделаешь, что поделаешь, друзья мои. Где-то вот здесь вот, да, закрытый сундук. И здесь, ну, в принципе, телепорт, городской портал, все дела. Давайте на самом деле его июзнем. Я вам покажу, как работает городской портал. Вот так вот он создается. И вы можете через него путешествовать в город. То есть вы можете путешествовать как через обычный, так и через этот. Во втором Диабло этот портал заменили на буквку Т. Вы смогли путешествовать в любой момент из любого места. И бесплатно. Здесь вам все-таки для этого потребуется, для такого путешествия, использовать все-таки вот такие вот свитки. Никоим иным образом у вас путешествовать не получится. Вот сейчас она у меня очень, за очень большие деньги купила, ну, не очень интересные, скажем так, предметы. Но иногда она покупает их все-таки за меньшие деньги. Так вот, я, по-моему, купил аж три ключа. У меня в итоге пять ключей. Круто. Ключи тратятся, естественно, на то, что вы открываете сундуки. Здесь вот сверху, насколько вы помните, был еще один такой же сундучок. Где-то. Я помню, был. Вроде бы. Нет? Нету? Ну, тогда мы берем наш столб. Столб опыта. И бежим в пещеру. Получать наш законопослушный опыт. Ну, глупо как-то сказал, но суть вы поняли. Ладно, законный, короче, наш опыт мы будем сейчас получать. Я чувствую присутствие смерти. Я чувствую присутствие жизни каждому свое золотишко. Можно, кстати, сейчас опять поднять нам ловкость. Я обычно поднимаю ловкость до 40, а потом поднимаю все остальное. Главное здесь убивать, как я уже сказал, вот этих шаманов, потому что шаманы будут постоянно, абсолютно постоянно поднимать нам с вами врагов. А нам это нафиг не нужно, поэтому мы будем, естественно, их убивать раньше времени. Так, зелье выносливости, золото. Получаем опыт. Видите, здесь врагов уже стало в разы больше. Ну, кстати, вам тоже здесь может как повезти, так, например, и не повезти. И, допустим, выпасть много врагов, а может выпасть мало врагов, к примеру. На, по-моему, упало два ключа или один. Или это было золото. Это было золото, видимо. А, ну хотя да, ключ падает с другим звуком, простите. Так, где-то есть еще вот эта мразь. Вот эта мразь, которая нам поднимает наших врагов. Ладно, следующее зелье лечения. Золотой. Кожаные перчатки нам, ну, в принципе, сейчас нам понадобятся какие-нибудь, в любом случае, перчатки. В идеале одеться полностью, а там уже смотреть, искать, что можете надеть получше. Кстати говоря, здесь могут быть очень-очень сильно запутанные пещеры. Ну, очень огромные. Некоторые из них многоуровневые. Например, когда нам придется бегать с боссами, там будут многоуровневые пещеры, по-моему, до четырех уровней вроде. Итак, наше задание убить всех монстров в этом логове. Ну, что ж, я думаю, мы справимся с этой задачей, потому что у нас нет выбора, нам просто надо это сделать. Главное не забывать скрывать трупы, здесь иногда из них падает очень полезный лут. Ну, пока мне не прет на какие-нибудь предметы, хотя бы синие, я уж не говорю о желтых и прочих. И надеюсь, что я здесь найду хотя бы одну элитку, это было бы очень-очень неплохо. Напоминаю, что мой персонаж все еще может умереть от случайной кровопотери, скажем так. Так что... Думаю, я выживу, но мало ли. Мало ли, друзья мои. Так. Ну, сколько здесь у нас осталось монстров? Вот наша первая элитка. Здесь встретились. Все-таки синенькая это элита. И не бывает нескольких типов. И вот мне выпал какой-то синий жезл. Так, давайте мы с вами убьем вот этого гада. И посмотрим на задание. Осталось монстров две штуки. Вот, соответственно, мы должны будем все это дело убить. Свиток идентификации. К слову говоря, зачем нам нужны вот эти вот свитки идентификации? Что они вообще дают? Зачем они нужны? Для чего? Куда? Почему? Все очень просто. Сейчас объясню. Помимо того, что... Вот видите, и сразу свет. Божественный свет очистил это место. Так, задание. Этого достаточно, чтобы завоевать доверие бродяг. Мне говорят, вернитесь к Акаре за наградой. Ну что ж, давайте это сделаем. Попутно я хочу вкачать... Так, у нас трое, да, трое. Попутно я хочу вкачать вот это вот мастерство скелета. Потом будет мастерство голема. Я очень хочу добраться до железного голема. Насколько я помню, он, по-моему, самый имбовый. Насколько мне не изменяет память. Поэтому до него мы будем пытаться добираться. Итак, я максимально прокачал на данный момент ловкость. Ну, на которую, скажем так, мне нужна. А вот, и мне выпал какой-то жезл, который я могу надеть, когда у меня будет шестой уровень. То есть, ну, не скоро, но я хотя бы смогу его носить. Плюс все-таки есть. И повышение защиты на 22 от вот этой замечательной курточки. Но давайте используем свиток. Переместимся внутрь, в лагерь. И я думаю, что на этом, в сегодняшнюю серию, мы, скорее всего, и закончим. Логово зла очищено. Ты обретаешь мое доверие. И, возможно, возрождаешь мою веру в людей. Награду. Мы наставим тебя в любом умении. В твоем выборе. Вот. Добрый день. Собственно, здесь можно сбросить очки характеристик. Также с ней можно поговорить о слухах различных. Но это мы уже сделаем, скорее всего, в следующей серии. В этой я единственное сделаю еще вот этот навык. Еще раз прокачаю. Он увеличит у скелетов урон и все прочие их милые способности. И давайте, наверное, купим вот эти две книжки. Они нам в любом случае понадобятся. Поэтому я не буду брезговать и пытаться сохранить как-то деньги на начале. Потому что, скажем так, в начале деньги хоть и нужны, но оружие мы за них покупать не будем. Ковать здесь оружие, насколько я помню, у кузнеца нельзя. Поэтому это значение не имеет. А вот. Хилок нам здесь должно хватить в избытке. Так что я думаю, что все это будет круто. Хотя на самом деле, давайте посмотрим. Вот у нас есть поднятие скелета. Урон 2.4. Здесь урон нежести плюс 50. Так же, как и здесь. То есть, по сути, мы можем спокойно вот этот джезл продать. Потому что он хрень, мягко говоря. Ну, сопротивление молнии. Окей, да, он дает. Хорошо. Но нам, насколько я помню, на Андреэль нужно сопротивление яду, а не молнии. И нам нужны как раз будут вот эти вот противоядия. И да, здесь есть такая штука, как противоядие. Поэтому. Поэтому как-то вот так вот. Ладно. 4 портала в город у нас. Порталы в город выпадают чаще, чем свитки для идентификации. Поэтому свитков мы докупим. А вот порталы мы покупать, наверное, не будем. Можно, конечно, купить еще 3 ключика. Вот. У нас тем временем 8 их стало. И все хорошо. В общем, что я хочу сказать, дорогие друзья. На сегодня я думаю, что все. Всем спасибо за просмотр. Это была лишь первая серия из многих, которые будут. Я буду стараться делать так, чтобы проходить все-таки где у нас там включается задание. Я уж не помню. Вот список заданий на Q. Задание выполнено. Я буду стараться выполнять за одну серию, за одно прохождение, одно вот такое вот задание. А в итоге у нас получится, ну, сами посчитайте, сколько. 5 актов, по-моему, не во всех 5 заданий. Поэтому как-то так. А может и во всех, я уже не помню. В общем, ладно. Всем спасибо, всем удачи и пока-пока, дорогие друзья. Надеюсь, видео вам понравилось. Если да, то не забудьте поставить лайк и подписаться. Этим вы очень сильно поможете каналу. Ну, а также вы можете посмотреть прошлые мои видео. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок